Так, значит, друзья мои, здравствуйте. Снова в моем саду. Тот самый молодой сад послажен в 2015-2016-2015 годах. Так, значит, просьба обратить внимание на это дерево. Пожалуйста, за этим самым оператором сейчас работает Елена Александровна Савиниш. Моя гостья, моя сотрудница, моя дочка. Вот моя, моя, моя. Итак, Елена, пожалуйста, покажите вот этот крупный план. Вот, сейчас я скажу, что это Антоновка. Мне скажут, опять обманывает. Вот, потому что уже такие случаи были. И вот это деревце, вот так вот. Она еще месяц будет висеть, и плоды достигнут 300-400 грамм. Когда-то она имела полуофициальное название, Антоновка 400 граммовая. Теперь, было еще название 600-пунтовое. Пунт это сколько? Тоже не знаю. Вот как мы отстали от жизни. Вернее, ушли вперед. Итак, о чем речь? Антоновка у меня появилась давно. Посадить было негде, я привил соседям. Вот, прошло время, старики вымерли, а молодежь забила калитку. Больше я к ней подойти не мог. Потом приезжает к ним родственник. Вот. И начинает уничтожать деревья один за другим. Вот. Причем не ведая, что он сперва их искалечил, потом уехал, потом деревья погибли. Потом он приехал снова и давай калечить те, которые еще живы. Вот. И тогда я... А это не зря мы про Антоновку говорим. Она, с одной стороны, моросойка невероятна. Она настолько, казалось бы, сильная. Выдерживает сороклянственные морозы. Она является даже не только культурным деревом знаменитым, прославленным. Но она еще и по двое великолепно. Казалось бы, все. И в то же время она хрупка неимоверна. Почему? Наши деревья выдерживают морозы. Но только если не подходить секатору. Значит, в случае я про него несколько раз рассказывал. И когда-то этот диалог мой с соседом войдет в новые учебники. Учебник, который будет называться «Новое садоводство». И вот он звучит так. «Сосед, Алексей, ты с ума сошел? Прекрати калечить деревья». Ответ. «Константинович, ты ничего?» А я к тому времени уже напечатал 400 статей. Меня уже не только знали, но и уже зубами скрипели в академиях. Вот. Как этот, еретик от науки. А вдруг он говорит, «Константинович, ты чего не понимаешь «Новое садоводство?» «Запомни!» Это мне. Вот. В то время мой сад был уже лучшим в Сибири. Запомни. Чем больше режешь деревья, тем они лучше, тем они больше дают урожай. После этого антоновки, посаженные мной на их территории, привиты мной, им были уничтожены. Я схватился и успел перенести одну веточку. И это все. Почему? Потому что там действительно у меня есть фотографии. Я потом отдельно покажу. Сибири Александровна, наука должна знать, как выглядела она. Прекрасное, плодоносящее, мощное дерево. Все в плодах. Вот. И то, что сейчас жалуется, чего никогда нет, это аромат. Она с ароматом была. Подходишь? Аромат. И пчелы не только во время цветения, а их аромат привлекает, даже когда цветения нет. Вот. Покажи людям пчел, они многие... Скоро их пчел не будет. Их уничтожат эти самые вышки высоковольтные. Высоко... Как я называю? Когда мы... В общем, связь та самая, мобильная. И вот, пусть они еще посмотрят на последних пчел. И вот получается так. Все есть. Удалось спасти вот это деревце. Но я был бы плохим садоводом, если бы не сказал следующее. А почему она так изменилась? Я познакомился с Антоновкой в Европейской России. В Липецке. Так. Крупные яблоки до 100 грамм веса. Чисто зеленые. Ароматные, но невкусные. И когда я перегонял машину с Тольятти на Украину, то же самое останавливались, ели Антоновку. Тоже. А эта Антоновка была такой же. Но очередное поколение на сибирках. Сибирка бордового цвета. Пусть они яблочки вот такие. Вот, оккульпированные сибирки. И мне кажется, что вот этот румянец, а он был еще будет больше, красивее, он достался от него. И уже получил несколько фотографий с Европейской России. Там тоже вот такие Антоновки. Сергей продает саженцы привитые на сибирку. Они буквально второй-третий год плодоносят. Вот такая красота. Я фотографии показывал 6 сентября, вчера, на своем вебинаре. Все это поддается проверке. Что еще сказать про сибирку? Да, Морозов не замечает. Тлю боится. Почему она выглядит так бледно? Дело в том, что я никогда ее не опрыскиваю. Вот. Но я наблюдаю. Значит, один из мифов, что все виноваты муравьи, и с ними надо бороться. Вот. Давай поищем хоть одного муравья. Трябл вот она. Вот ее разглядеть. Вот сейчас глядел. Кстати, божья коровка уничтожитель. Это, кстати, самый... А, мы ее сбили. Хищная насекомая. О, хищная. Вот она съедит. Другая уже, да? Вот. Короче, а вот она. Короче, ни одного муравья, защитника три на дереве нет. Перед тем, как вести съемку, чтобы не быть этим болтуном, я это все проверил. Попадается тля еще с крылышками. Вот она, смотри. Вот. Это тля с крылышками. Может, здесь плохо видно? Видно. Она... Она... Как называется? Высаживает эту. Вон она, вон она. Я пишу, вижу. Она высаживает личинки. Вот. Это уже осень, но у нас задержалось лето. И идет незапланированный летний месяц. Вместо холодного, дождливого. Вот. И это позволило лишний раз совершить вылет в тле. А все это завязано. Начали говорить про здравие, про Антоновку. Вон она какая замечательная. Но нельзя остановить разговор. Я ни разу не опрыскивал. Я не видел ни одного муравья. Я с ними не борюсь. Муравьи, они защитники сада. Так. Вот. И только благодаря тому, что приходится едой делиться со всеми. Даже с льей. Но это не мешает выращивать вот такие роскошные яблоки. Вот одна пара. Вот вторая пара. Вот. Что еще сказать. Лежать до весны это 100%. Может и дальше лежать. Но как они долежат? Ну как? Они же вкусные. Это раз. Второе значит. Вот эти ветки. Они предназначены для переезда в Европу. Вот такая ветка. Да. Она даст возможность сделать несколько привык. Вот ветка метровая. Это просто одного года. Но есть одно но. Во всей округе уничтожены яблони. Новой страшной болезнью. Которая присуща. Где угодно. У нас в Сибири закаленные деревья, они никогда скоротечно не умирали. Грибковые заболевания. Ну и сидят грибы, никому не мешают. Вот. А эта болезнь за несколько лет уничтожила. Вот если у нас было их миллион. Значит 900 тысяч уничтожило. Остальные доживают все век. Как получилось, я еще договорю. Как получилось, пойдем немножко сюда. Как получилось, что в этом саду Софья, это у вас директор лаборатории по грибам, да? Я вас водил по саду, да? Грибов мы с вами не нашли, так? Да. Вот. И заодно мы не нашли следы той конечной болезни. А, это белый налив. Он давно закончился, он уже в июле яблоки попал. Тоже листья чистые. Вот. Прививку делал, не пошла, видишь? А мне знаешь, что интересно, да? Вот это я называю инфицированием. Прививка не пошла, несмотря на мои умения. А вот эти ветки родные от Антоновки, я на них буду ждать совсем другие яблоки. Мне такие случаи удаются. Вот. Это я так, к слову, сейчас только увидел, что прививка не пошла. Вот. И на этих яблонях огромное количество веток, которые мне предназначены. Даже белый налив, этот стал страшным дефицитом в России. Вот, даже белый налив, это станет моими кормушками, моими деньгами. И эти сорта расползутся по всей России. Следового болезни нет? Да. Нет. Может походить, вон еще, вон розмарин, давай туда сходим. Вот. Давай посмотрим на этот самый, на голден. Вот он. Так. На розмарин. У нас сегодня тема пока яблони. Вот он, розмарин там. И, ох ты, елки-палки. В этом году, вот эти два яблочка, они меня позорят. Потому что у них яблоки на розмарине вот такие же, как эти. Вот такие же точно. Вот. Но в этом году оно пропускает вырожай. В прошлом году огромные вкусные яблоки были немножко. Вот. А почему так получилось? Я из него делаю дерево маточное. Капитальнейшая обрезка. И вот результат. Полсотни веток, которые разъедутся по стороне на привиску. Или я право продавать. Среды болезнен. Вот. Вот туда не смотри, я этим косой грушу уничтожил. В рту. Ну, это резанул по основанию штамбы. А еще, ты знаешь, что? Картину портят. Здесь вьюном все за это. Да, вижу. Да. Поэтому, может, вот это, допустим, видишь, это вьюн. Вот. Видишь, вижу. Вот это черное лисе, это вьюн. Вьюн, вьюн, вьюн. Вот. Потому что особого ухода нет. Даже, как вот, возьми грушу, да. Замечательная груша. Казалось бы, а вдруг она больная. Это вьюн. Я его внизу подрубил, вьюну эти. Вот и начал сохнуть. А некогда, кажется, трудно водить. Какой-то там дизайн. А так и будет навсегда этот вьюн тут, пока сам не отвалится. Вот такая картина. А вот это вот. Уже ладно, договорюсь. Вдруг сегодня сюда не вернемся. Это, Александр, мы с вами. Ну, вот можно поверить, что это, в каком это году? В восемнадцатом. Вот. Восемнадцатый год. Можно поверить. Посмотри туда. Вверх. Сейчас я попрошу. Я возьму на минутку, и мы на этом закончим. Встань в середки. Я туда встану. И мы покажем трехлетние деревья. Потому что это и есть норма. Так оно и должно быть. Вот, кстати, видите, вон там опять все черное. Это вьюны. Чтобы, не дай бог, не подумали, что у нас деревья болеют. Вьюны. Вот. Вон туда, вот сюда. А еще вон туда, в самую середку. Вот эти деревья мы прививали в восемнадцатом году. Ну, покажи, Личико. О, какой. Да, покажи. А основание прироста, покажи. Вот отсюда? Вот отсюда. Ну, два метра точно. А самое интересное, что вот эта центральная ветка. Вон та, которая с этими. Вот эта? Да. Это ведь скелет. Не, не так. Вот эта ветка. Да, вот ты ее взяла. Вот эта? Да, вот эта. Скелет. Это образовался в этом году. А где рука? А вот здесь был отрезан черенок. Да, был отрезан. И ветка, почка ниже пошла вверх. И вот это все. Вот возьми вот эту, две-три ветки. Все они появились весной этого года. Вот. Это и есть. Да, это самое. Елена Александровна, подтверди. Все лето. Это именно так. Мы же каждые две недели. А про полив, про... И никакого полива, кроме климатического. Нигде, ну, а перекреститься можешь? Ну, можно. Можно. Почему? Потому что, когда правду говоришь, это не опасно креститься. Вот. Ни полива, ни удобрений, ни опрыскиваний, ничего. Ну, как. И чистые абсолютно листья, вот они. И чистые листья. Это говорит о чем? О том, что вот это вот, весна наступила, опрыскайте, лето опрыскайте, осень опрыскайте, лишние ветки уничтожьте. Знаешь, сколько тут лишних веток? Йоу! Это вот прирост этого года, вот. Ага. Это почти мой рост, метр восемьдесят. Это еще не самое длинное. Вот это вот сажень, это ровно человеческий рост. Это еще не самое длинное. Да. Вот. Вот это вот верхнее, точно выше меня. Ну что, давай заканчивать, потому что кто-то будет долг пить. Вот невозможно это поверить, что все это еще и в Сибири, в короткое лето. А сколько в этом сезоне? Апрель холоднючий, май холоднючий, июнь холоднючий, и только июль-август, и начало сентября наступило лето. Да. Вот. И несмотря на холода, вот так они и растут. И без полива, и без ухода, и без ничего. Вот. И весь этот уход общепринятый, предназначен для того, чтобы это не росло, а болело и умирало. Ну что, закончим на этом разговор? Так, друзья, мы сейчас увидимся раз. Нам еще надо показать еще кое-что. Колновитки надо показать. Суперсорт Квинти надо показать. Жаль, что розмарин в этом году не плодоносит. Суперсорт Квинти Продолжение следует...